Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Скалска, Болгария, 12 июня, 23 год, понедельник. Жаркие дни, друзья, у нас очень жаркие дни. Вчера доходило до 30 градусов, но, честно сказать, здесь, ребят, здесь так не ощущается эта жара, как, к примеру, в Израиле, когда сейчас Светочка в Израиле, она говорит, Дима, я просто в ауте, я просто в ауте, духота, ветра нет, влажность, поэтому здесь ветерок, здесь хоть и жарко, но есть ветерок. И самое интересное, что в горах, друзья мои, где-то после 7-8 часов сразу идет температура на спад, поэтому начинается прохлада, и вчера даже был некий такой короткий ливневый дождик. Поэтому земля дышит, солнце, вода, солнце, дождь, и, соответственно, это приносит, в общем-то, позитив и хорошее настроение, потому что это не только пекло, которое в стране, где мы жили 33 года, когда начиналась жара, все, ребят, вы просто знали, что с этого момента, 4 месяца, нас ожидает вот этот ад. И кондиционер машина, кондиционер дом, кондиционер магазина и кондиционер работа. Ну, это вот по нашим ощущениям, я вообще человек, который тяжело переносит жару, и здесь, ну, на самом деле, я кайфую от погоды. Честно говоря, я от нее получаю полное удовольствие, я получаю удовольствие, когда идет дождь, я получаю удовольствие, когда солнечный ветерок, и даже когда пасмурно, я все равно получаю удовольствие. Да, друзья, начали на такой позитивной ноте, а сейчас я хочу вам немножко рассказать одну историю, она негативная, это связано с нами, и смотрите до конца, не хотел, не хотел делать это видео, но вот, ну, просто уже не выдержал, и хочу рассказать вам про нашу историю с термопомпой. Да, друзья мои, мы изначально не знали, что, какую систему поставить отопление, охлаждение в наш дом, ситуация то, что теплые полы поставить у нас было невозможно, мы со Светочкой сделали такой некий анализ, дрова, мы сразу исключили, печку на дровах с водяной рубашкой, мы ее исключили, потому что, ну, мне на протезе тяжело ходить с этими дровами, так сказать, колоть, пилить, и это романтика, ну, не нужна нам была. Да, значит, дрова были исключены. Дальше, газ был исключен тоже. Далее, мы понимаем, что в нашем регионе зимой будет холодно, а летом будет жарко, значит, мы должны серьезно были позаботиться о утеплении. Дом нами был куплен не новый, естественно, и сейчас мы уже понимаем, что в доме очень плохая теплоизоляция. Но, друзья мои, за те деньги, которые мы купили, ну, грех нам было вообще удивляться и грустить. Купили дешево. Получаем то, что хотим, нормально, нормально. Итак, перед нами стоял вопрос. Дрова убраны, значит, что мы будем ставить? Пилетный котел. Мы со Светочкой, да, ориентировались на пилетный котел. Мы еще не, когда не вселившись в дом, в мае прошлого года, когда были в миграции, мы начали узнавать, сколько это стоит и что это такое. Получили по рекомендации достаточно такую немаленькую сумму с пилетным котлом с выводом на конвекторы, на радиаторы. Мы получили стоимость, по-моему, 18 тысяч лев. После этого, ну, наши друзья здесь недалеко, которые живут от нас, говорят, ребят, а зачем вы дергаетесь? Вот мы сейчас ставим термопомпу. Я сказал, ребята, ну, термопомпа, наверное, это очень-очень дорого. Ну, они сказали, да нет, Дим, посчитай сам. Дали нам телефон человека, который им это устанавливает. Вот с этого и началась, друзья мои, самая такая детективная история. Они сказали, вот этот человек ставит нам в этот дом, в этот дом. Мы пока полностью довольны. Я связался с этим товарищем, про которого расскажу, будет рассказ дальше. Все прекрасно, все хорошо. Он приехал, посмотрел четко, пунктуально. Дал нам стоимость. У нас, что еще? У нас не было завершено. У нас параллельно с этим была проблема с канализацией, потому что центральная канализация вот именно в селе есть, а именно у нас нет. Но не беда, есть септик, но из подвала труба обрывалась, ее нужно было соединить с другой трубой, которая идет к септику. Ну, мы же жители-то городские, мы приехали из Израиля. Что такое инсталляция, мы знаем только по тому примеру, когда нам надо позвонить, вызвать специалиста. Специалист приходит, говорит нам сумму, мы платим, и он делает в тот же день или через день. Вот мы к этому привыкли, ну, прожив 33 года. Для нас это все было просто, а оказывается, совсем нет. И в тот момент слово канализация для меня стало именем нарицательным. Тот товарищ с термопомпой сказал, никаких проблем, мы здесь завершим. Окей, и мы получили от него оферту, счет, не падайте, не падайте, сейчас вы начнете писать, что ой, сколько денег. Да, я знаю, друзья, сделка завершена, все нормально. Термопомпа с солнечной панелью, с бойлером, с работой по канализации, с четырьмя конвекторами, без теплых полов, нам выставили счет 24 тысячи лев. Я проверил, да, эта термопомпа дорогая, сама, я же не просто плачу деньги, те, которые нам говорят. Я зашел в интернет, сделал подготовительную работу, посмотрел, что да, термопомпа, только такая термопомпа стоит, по-моему, 12 тысяч лев. Неважно. Мы со Светланочкой посидели, поняли, что пилеты, на пилетный котел, это их тоже же надо таскать, мешки по 15 килограмм. Покупать, таскать, засыпать. Мы поняли, нам это не надо. И при том, что этот товарищ нам так все классно, красиво расписал, как у вас все будет и как вы будете экономить деньги на том, что у вас стоит только термопомпа. Ну, замечательно. Я почитал отзывы про термопомпы, мне они понравились. Единственный недостаток в отзывах о этих системах, это их цена. Они дорогие. В бюджете у нас на это были заложены на тот момент деньги. Мы сказали, окей, мы встретились с этим товарищем. Друзья, я специально пока не называю имена и названия фирмы. Я объясню потом почему. Смотрите до конца. Я встречаюсь с этим товарищем, обговариваю, я ему говорю, смотри, друг мой, пожалуйста, нас здесь не будет. Мы хотим приехать 11 июля прошлого года, зайти в дом и чтобы у нас все работало. Гарантируешь? Гарантирую. Канализация будет сделана? Будет сделана. Замечательно. Мы прилетаем 10 июля прошлого года вечером, ночуем в гостинице и в 9 часов вечера приезжаем с Калска. Он туда приехал. Мы все включили, мы все проверили, все работает прекрасно. Замечательно. У нас нет никаких возражений. Мы включаем конвектора на жару, на холод. Вот в тот момент нас не интересовало тепло от конвекторов. Все работает, все прекрасно, все. Я доволен, ребята, если в доме прохладно, когда жара на улице, мне больше ничего не нужно. И единственная проблема была в том, что не была установлена солнечная панель. По каким-то причинам. Она лежала у нас рядом, у нас такой там как навес. Вот там она лежала, это солнечная панель. Ребят, до сих пор она лежит. Она до сих пор лежит 11 месяцев там. Слушайте, до конца. Ну, я и говорю, слушай, друг, а... Ой, ты не волнуйся, через 2 недели я это приеду и сделаю. Окей, приезжаю. Все. 2 недели, месяц, полтора месяца, 2 месяца проходит, никто не приезжает. Я звоню ему, когда? Все, через 3 дня. Я не могу приехать, у меня проблемы со здоровьем. Приедет бригада, я тебе присылаю, и они тебе все сделают. Замечательно. Приезжает бригада, так называемая, такие 3 цыгана. Таких немножко прибандиченных. Я говорю, ставьте. Ребят, вот. Мы не можем ставить. Я-то особо болгарский не знаю. Извините. В итоге. Он говорит, мы ставить не можем, здесь есть проблема. Дай нам 100 лев, мы приехали из Софии. Я говорю, я ничего вам не дам. Какие 100 лев? Я за это, за все уже заплатил. Я ничего вам не дам. И на меня, ребята, в этот момент такой, знаете, начинается полунаезд из 90-х. Группа так со мной начинает разговаривать. Я говорю, друзья мои, если вы еще не родились в 90-х, то я оттуда приехал. Поэтому давайте за дверь. Вы, вам-то человек сказал, какую работу сделать? Сказал. Вы должны это сделать бесплатно. Делайте. Ты нам должен за дорогу 100 лев. Я говорю, не дам. Просто не дам. Я говорю, проблемы. Телефон, полиция, давайте решать. Ну, со мной сложно, когда наезжают. Не бывает такого. В итоге они уехали. Я ему позвонил, я говорю, слушай, кого ты мне прислал? Что ты мне за бандитов-то послал каких-то цыганских сюда? Не понимаю. Все нормально будет. Дима приедет другие. Месяц, два, и никто не приезжает. Ну, снова звоню. Человек сломал спину. Ну, думаю, блин, не дай бог. Ну, я знаю, что такое вот такие вещи. Не буду его трогать. Мы начинаем получать. Уже приходит близится зима. Да. Человек нам сказал, ребята, не волнуйтесь, я вам все объясню. Я по интернету буду видеть любую вашу проблему. Но он даже не состыковал интернет. Январь месяц. Опять я звоню. Ребята, июль и январь. Панель лежит. Я в больнице, у меня папа. Ну, папа святое. Через месяц у него был дядя. Потом у него снова сломана спина. Ну, ребят, время-то идет. Мы понимаем, что со здоровьем. Но пришли кого-нибудь. И при том, что сам он не реагирует, ни мне, ни. И самое интересное, что и нашим друзьям. Он тоже самое их кормит завтраками. Ну, а что мы можем сделать? Вот. Ну, мы терпеливо как-то ждем. Надеемся, что все будет честно. Надо мной все смеются и говорят, Дима, зачем ты заплатил все деньги? А сделка была полностью официальная. Был договор, друзья мои, в котором было все прописано. Деньги я переводил со счета на счет. Это тоже есть. Я поступил полностью честно. Оплатил полностью всю сумму. Вы знаете, я не очень хотел, опять же, делать такое видео, чтобы... Ну, но с другой стороны, я хочу, чтобы подписчики знали, какие вещи происходят. И что может происходить? Сейчас что говорить? Зачем ты заплатил все деньги до конца? Поздно пить боржоми, когда почки-то уходят. Ну, вот ошибся. Верил в человека, ошибся. Далее. Ну, снова я связываюсь. Когда? Через неделю. Через неделю он приезжает один. Бригада едет из Софии. Сейчас все будет хорошо. Через 15 минут звонок. А бригада не едет, потому что там где-то идет дождь. Когда? Через месяц. Окей. Ждем, ждем, ждем. Видишь, я в итоге начинаю... Я в итоге откопал вообще ситуацию, как он вообще вышел на наших друзей, каким образом. А вышел он на них через Фейсбук, предложил свои услуги и прикрылся чем-то именем, которого все знали. Ну, соответственно, мы знали это имя и, в общем-то, понимали, что, ну, наверное, все-таки здесь есть некие рекомендации, не может так человек себя плохо вести. Месяц назад снова приду, когда в тот день спина сломана, не пришел в тот день, а в тот день был дождь, он не пришел, его ждали там и там, и мы, и друзья. На следующий день был снова дождь, он снова не пришел. Мне он не... А потом, через день, он пришел к нашим друзьям, сказал, что едет ко мне, оставил нашим друзьям 500 лев. Ко мне он так и не приехал. Он даже мне не позвонил, он сбрасывал телефоны. И когда я говорю, слушай, я за все заплатил, вам приедут и все это подключат и продолжат и решат проблему. Нет, 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 никто не пришел, никто не позвонил. Ну, на этом мое терпение в данной ситуации кончается. И я специально не озвучиваю сейчас, повторюсь, сейчас я не озвучиваю имя этого человека и название его фирмы. Я ему написал последний раз, потому что я сказал, так, уважаемый, все, наши прекрасные хорошие отношения закончились. У тебя есть ровно 7 дней исправить свой косяк. Если нет, ну, я тебя забыл и я иду по двум схемам. Первый вариант, у нас есть суд, есть адвокат, есть документ. Второй вариант, защита прав потребителей. Она существует в Болгарии. И поэтому мне бы очень хотелось, чтобы, если болгарские друзья слышат этот разговор, они бы могли мне посоветовать, как мне правильно поступить в данной ситуации вот с таким недобропорядочным продавцом, который поставил жутко дорогая система, очень много денег. Сейчас что? У нас нет гарантии. Это какой-то шантаж. Ничего страшного. Ну, мы не расстраиваемся. В любой ситуации есть план Б. Да, что-то произойдет. Сейчас буду искать того, кто это подключит за деньги. Возьму у него фактуру. И, скорее всего, пойду в суд. И, конечно, озвучу это имя. Озвучу имя этой компании, чтобы в дальнейшем при работе с ними люди задумывались, стоит ли вообще. Так что, видео получилось не очень такое позитивное. Но, опять же, друзья, здесь вот так. Это история для того, чтобы вы, выслушав это, кто-то посмеется, кто-то позлорадствует. Да ради бога. У нас и так все хорошо. Мы решим все проблемы. Потому что самая большая проблема – это здоровье. Здоровье должно быть. Остальное все мы либо купим, либо придумаем, что сделать. Вот такая история. Я ее обязательно озвучу в продолжении через 7 дней, когда я либо не получу ответ от него вообще. Он просто отмораживается. Завтраками меня уже не накормишь. Да. Тогда будем действовать по закону. Ведь мы законопослушные граждане. Мы живем в Болгарии полностью на законных основаниях. И полностью платим, никого не обманываем и поступаем честно. А вот с нами поступили очень и очень непорядочно. На этом. Хубав день. Шель хавьем наим хаварим шеби. И хавьи наис дэй, мои фрэнс. Чао-чао.